МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях к этому часу. Чудом избежали трагедии. В Махачкале мужчина спас девочку, сорвавшуюся с окна пятого этажа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начать работать, когда кажется, что на это нет ни малейшего шанса. В Махачкале появилось первое в России кафе для инвалидов. Лада Гранта за первое место. Победой дагестанских спортсменов завершился международный турнир по Ушу Сан-Дам. В Махачкале случайно прохожей спас от, казалось бы, неминуемой смерти пятилетнюю девочку. Маленькая Айша сорвалась с окна пятого этажа. Отделаться всего лишь небольшими травмами ей удалось благодаря водителю маршрутного такси Тагиру Магомедову. Он успел поймать ребенка. Подробности по-настоящему героического спасения в сюжете Патима Тханаповой. Эта съемка на камеру видеонаблюдения соседнего магазина. Душераздирающие кадры, как ребенок оказался на подоконном карнизе, сейчас неважно. Главное, спасли. Весь удар на себя взял мимо проходящий водитель маршрутного такси. И признается, в это мгновение ни о чем не успел подумать. Страх практически отсутствовал, при том, что рисковал в первую очередь своей жизнью. Ведь с 15-метровой высоты на него падала девочка с весом около 17 килограмм. Страха, честно сказать, не было. Я просто переживал, я смогу ли ее поймать. Но я понял, что я поймать ее не смогу, потому что она и пять лет, и вес тоже у нее. Их надо было на себя вот так, чтобы она вот так, хотя бы, да, да, хотя бы скоро, чтобы меньше было. Если она вниз головой ушла бы, я бы уже, она могла бы, и вместо ног она могла бы коснуться головой. Там уже была бы травма. На зов Тагира прибежали и другие мужчины. Хотели даже брезент натянуть, признаются они. Но времени могло не хватить. Поэтому было решено спасти девочку, как говорится, голыми руками. Пусть и основная нагрузка пришлась на Тагира, его друга Айдемир, помогавший ему, получил небольшую травму, вывих руки. Айдемир, я сперва подумал, что это он так зовет, что-то случилось, что ли. Смотрю, мне показывает девушка на подоконнике, девчонка маленькая. Так она у меня, у нее ногами вот сюда упала она ко мне. Он спереди ее подхватил, я сзади ее подкинул, и у нее вывих получился. Пятый этаж, вот с такой высоты сорвалась пятилетняя девочка. Сила падения была настолько высокая, что она даже прорвала вот такую медную веревку. Знакомые люди для родителей девочки в одну минуту практически стали членами семьи. Упасть с такой высоты и не просто остаться живой, а получить минимальные травмы. Как пятилетняя Айша оказалась по ту сторону окна, ее мать не может и предположить. Говорит, что все оконные двери специально закрыла перед выходом в магазин. Я вышла в магазин, я никогда их не оставляла, одних тоже. Вот первый раз оставила, соседки тоже не было дома, я хотела к ней отвезти их. Ее не нашла я дома. Оставила, сказала, объяснила, все, мультики включила, перед телевизором посадила и оставила. Как только я зашла в магазин, оттуда клики, девочка висит, что-то, что-то. Как я вышла, она уже упала, оказывается, удержали. Спасибо этим мужикам огромное. Пусть Аллах оберегает их от всех горестей и печали. За страшной картиной и замиранием сердца следил весь квартал. Очевидцы признаются, нет ничего хуже того, чтобы стать свидетелем и понимать, что никак не успеешь помочь. Подошел к окну просто покурить. Взял сигарету, потянулся за зажигалки и вижу, что это картина, девочка висит на пятом этаже. Так случайно все, но я на шестом этаже, внизу тоже никого не было, что-то паника, шум, гамп. Ну не знаю, парняги, вот двое были, один проходил, увидел, второй подошел тоже, один вот он, один вот он, парняги. Молодцы вообще, герои просто, ребята отвечают. И она висела, уже одна рука бедная соскальзывала, и вторая вот-вот уже есть, я уже оттуда кричать уже, они вдвоем есть. Короче, поймали они, молодцы. Врачи говорят, здоровью девочке уже ничего не грозит. И сами спасатели отделались незначительными вывихами, растяжением мышцы. А все ведь могло бы быть намного хуже. Патиман Ханапова, Салман Гдихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Дерзкое ДТП с участием полицейского автомобиля произошло накануне ночью в Махачкале. На видеороликах, снятых очевидцами, видно, как водитель Мерседес лихо наворачивает круги на перекрестке Яракского и Карпмасова и уезжает. А владелец БМВ, пытаясь повторить трюк, сталкивается с автомобилем правоохранительных органов. Водители двух иномарок были доставлены в отдел полиции, где на них были составлены протоколы о нарушении правил дорожного движения. Пограничники Дагестана поймали браконьеров. Факты нарушения природоохранного законодательства были выявлены на острове Чечень. Задержаны сразу три маломерных судна типа Байда и 10 живых экземпляров рыбы осетровых видов, которые выпущены в естественную среду обитания. Сумма ущерба составила бы около полутора миллионов рублей. Напомню, что рыба осетровых видов занесена в Красную книгу. За ее вылов предусмотрена уголовная ответственность и штраф. За одну рыбу более 138 тысяч рублей. Антитеррористический форум завершил свою работу накануне в Дербенте. Главная цель форума – воспитание неприятия к экстремистской террористической деятельности среди дагестанской молодежи. В его работе приняло участие 130 человек. В основном это активная молодежь со всей республики. Курировал мероприятие ведущий телеканала ННТ Магомед Расул Абакаров. Обсуждение сущности международного терроризма и негативное ее влияние на развитие молодежи прошло в формате выступлений собравшихся. Важно молодежью работать не потому, что мы против войны, а то, что мы за мир. Мы хотим именно эти дни показать молодежи, что есть возможность не борьбы с терроризмом, а возможность создания социальных проектов, возможность работы со своей же молодежью с помощью социальных проектов. То есть создание возможности для молодежи развиваться. Своё отношение к обсуждаемой теме высказали и официальные лица, присутствовавшие на форуме. Так, министр по делам молодежи республики подчеркнул необходимость привлечения широкого внимания общественности к проблемам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Конечно, должны и общественные организации, и Муфтеат Республики огромную помощь оказывают, когда идут просветительские проекты, встречи с молодежью в вузах, встречи с молодежью в колледжах, высших учебных заведениях, школах. Это огромная поддержка, и, конечно, здесь все должны участвовать, и общественные организации, и Муфтеат, и наше министерство здесь всегда в помощь и в совместном эту работу делает. Начать работу, когда кажется, что на это нет ни малейшего шанса. В Махачкале появилось первое в России кафе для инвалидов. Среди сотрудников люди с нарушением речевого аппарата, с синдромом Дауна и просто не способны самостоятельно перемещаться. Среди первых посетителей были и наши корреспонденты. Еще недавно Арслан о работе даже не мечтал. Воплотить ее в жизнь помогли в общественной организации «Жизнь без слез». Парень здесь будет работать поваром. Для Арслана это не только способ самореализации, но и возможность заработать. Ведь в скором времени молодой человек женится. Мать Арслана была рада узнать, что теперь ее сын сможет, как все здоровые люди, работать и самое главное – получать от любимого дела удовольствие. Честно сказать, я даже не верила, что здесь кафе откроется, что будут здесь такие дети работать. Не знаю, вот когда увидела, убедилась, удивилась. Стараются детки, постараются. Я думаю, что все получится у них. Благодаря этой дешевле должно все получиться. А вот Нуриат в этом деле не новичок. До этого времени она помогала на работе матери. Больше всего она любит готовить дагестанские блюда. Работа в кафе для нее – хорошая возможность не только заработать, но и заниматься любимым делом. Здесь Нуриат верит в свои силы и чувствует себя здоровым, полноценным человеком. Да, мне нравится. Почему? На что? Я привыкла работать. Я до этого работала с мамой вместе. Сейчас просто до операции работала, у меня операцию сделали. Создание кафе обошлось в сумму около 8 миллионов рублей. Из них около 2 миллионов составили средства фонда президентских грантов. Здесь же откроют учебный класс. В нем дети будут обучаться навыкам, профессии в системе общепита. Такое обучение поможет им поднять самооценку и повысить уверенность в себе и своих возможностях. Основная мысль, конечно, предоставить возможность работать молодым инвалидам. И чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами своей страны. Чтобы сюда в кафе приходили обычные люди, видели, что здесь могут работать люди с нарушениями. Чтобы они воспринимали не как больных людей, а как равных самим себе. В помещении и интерьере кафе все спроектировано именно для людей с ограниченными возможностями. У вошедших сюда не возникает никаких проблем с отдыхом. Сниженная барная стойка, столики расставлены так, что проедет и инвалидная коляска. А необходимые габариты соблюдены даже в служебном помещении. Вот это вот холодильный прилавок, на котором готовятся салаты. Они тоже наши дети уже приучат. Они, наверное, тоже специально на этом уровне. Да, это все сделано для удобства. Пока нет доступа на второй этаж, где будет детский зал и кабинки. Но это дело времени, говорит о редких минусах Альшат Гамзаева. Самое главное, эти особенные люди теперь не обречены на вечную тоску в четырех стенах. А еще они доказали, что могут трудиться и зарабатывать. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На реставрацию дорог махачкалинская агломерация направит свыше 1,3 млрд рублей. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета будет выделено 680 млн рублей, и столько же из регионального. На эти средства реконструируют две дороги республиканского значения протяженностью около 10 километров и 72 городские улицы. Отметим, что в состав махачкалинской агломерации входят Кумтар-Калинский, Карабудахкенский и частично Буйнакский районы. В Дагестане самая низкая пенсия. Здесь граждане в среднем получают 11 тысяч рублей. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. В тройку с самой низкой денежной выплатой вошли также Кабардино-Балкария и Калмыкия. По данным ведомства, самая высокая пенсия на Чукотке. Ее средний размер составил более 25 тысяч. По словам экспертов, на размер пенсии влияют многие факторы. Например, продолжительность стажа, размер зарплаты, цены на продукты и коммунальные услуги, а также повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах. Далее блок кратких новостей в рубрике Дайджест, а затем продолжим. Самая маленькая корова в мире. В США обнаружен аномально-крошечный теленок размером с кошку. Его уже назвали Литл Биллом, что значит маленький бип. Он весит около 4,5 килограмма. По словам врачей, у которых сейчас находится Билл, он чувствует себя хорошо. Необычный теленок уже прославился в сети. В Дагестане создадут IT-Cube. Это детский центр информационно-технического творчества. Ребят ждет изучение основ программирования, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности. Информация была озвучена министром образования и науки Дагестана Мупадиль Амаровой. Она сообщила, что центр будет открыт в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». Врачам и учителям в России могут запретить принимать подарки. Законопроект на этот счет уже внесен в Госдуму. В случае его утверждения, врачи и учителя должны будут сообщить руководству о людях, которые пытаются подарить подарки и таким образом склоняют их к коррупции. Правда, принимать святые канцелярии все же будет разрешено. Жители Северокавказских республик возглавили рейтинг по неприятию вредных привычек. По данным Росстата и Генеральной прокуратуры России, на лидирующих позициях разместились республики Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Для них характерны незначительные потребления табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции. Аутсайдерами в рейтинге являются Бурятия, Магаданская область и Камчатский край. Победой дагестанских сандеистов завершился международный турнир в памяти обладателя Кубка мира Юнуса Гусейнова. Награды в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева оспаривали более сотни спортсменов. В одной из весовых категорий был разыгран главный приз автомобиль Лада Гранта. Обо всем по порядку мой коллега Курбан Рагимов. Лучшие в России чемпионы Европы и мира. Конкуренцию хозяевам турнира составили атлеты из Азербайджана и Казахстана. Однако борьба за золото на помосте в основном развернулась между воспитанниками местных спортшкол. Статус и уровень этого турнира растут из года в год. Четыре раза соревнования проводились в спорткомплексе имени Курамагамеда Курамагамедова. Но в этом году организаторы решили переместиться в более комфортный и просторный дворец спорта имени Али Алиева. Ураховский зал тоже очень красивый зал, эффектный зал. Но чтобы уже, будем говорить, к уровню международного переходить, мы должны были какие-то ходить. И тем более в этом году министерство спорта дало нам поддержку. Мы сандаисты со всех клубов республиканских объединились и хотя бы один турнир проводим такой серьезный. И его можно назвать самым лучшим в Европе. Это не мое мнение. Это мнение, будем говорить, таких как Аксакалов, как Магомаев, Чаптиев, Чатана. Чемпионы мира наши сандаисты, которые ездят по всему миру. Восемь финальных боев и в каждом из них своя интрига. Бойцы показывают бескомпромиссные поединки. Накал страстей высок как на татами, так и на трибунах. Среди зрителей вся бойцовская элита Дагестана, именитые спортсмены и тренеры. Пятикратный чемпион мира Муслим Салихов признается, что и сам бы не прочь выйти на помост. Уже перешел в профессионалы, у меня больше уже другое русло, поэтому не выступаю. А так бы, если бы я был в Санда, обязательно выступил бы здесь, даже и в этом году выступил бы с удовольствием. А нет планов в Санда продолжить в следующем году? У меня контракт с UFC, я не имею права там где-то выступать. Я выступаю в UFC пока, потом дальше видно будет, может вернусь обратно в Санда. До 40 лет я имею право выступать. В основе Ушу Санда яркая работа в стойке и перевод соперников партера. Владев этой базой, восходящая звезда UFC, забит Магомед Шарипов, покоряет сердца фанатов в лучшей лиге мира. Я очень самодельствую в этом спорте. Ушу Санда это моя база, которая выросла в этом спорте, можно сказать. Я дрался позапрошлым годом, на этом турнире всегда были такие зрелищные бои. Побольше турниры делают. Спасибо организаторам, кто это организовал, очень хороший турнир. Каждый год я организую. Спасибо всем, кто поддерживает, помогает этому турниру. А так, я считаю, нужно побольше внимания детям. Они многие переходят на олимпийский вид, а не олимпийский вид, они остаются в стороне, никто не замечает. Кульминация турнира – поединок за первое место в весе до 70 килограммов. Богатыр Казанатов против Али Долгатова. Классическое противостояние школ Возрождения и Пять Сторон Света не оставило равнодушным никого. В этом упорном бою побеждает махачкалинец Казанатов. Ключи от новенькой «Лады Гранты» спортсмен передаст отцу. С соперником я первый раз встречаюсь сам, а так я его знаю давно. Ну, нелегко было, конечно. Что еще сказать? Да, 11,5 килограмм скинул. Все ради машины, брат. И чтобы обрадовать своих братьев, которые здесь пришли меня поддержать. Клуб Возрождения – большое спасибо им. В остальных весах призорам вручили денежные премии. Больше всех наград по итогам турнира оказалось у спортсменов из Дагестанского центра боевых искусств. Есть медали в активе сандеистов из Карабудах-Кента, Халимбекаула и Чеченской республики. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Хорошие новости пришли к нам в эти выходные и из Владикавказа. Там дагестанские вольники выиграли 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых наград на международном турнире «Аланы». В составе россиян выступали ведущие борцы страны, за исключением первых номеров. Соревнования были отборочными к мемориалу Ивана Ярыгина, который пройдет в конце января в Красноярске. На первую ступень пьедестала в своих весах поднялись хасавюртовцы Абаз Гаджи Магомедов и Рамазан Ферзалиев, а также махачкалинец Гаджи Набиев. Неожиданностью для всех стало поражение чемпиона мира и Европы Магомеда Курбаналиева. Он в финале против местного борца Давида Баева пропустил атаку на последних секундах в схватке. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова